20 октября глава города провел заседание Совета по кадровой политике, социально-трудовым отношениям, трудовым ресурсам и занятости в городском округе город Буй. Заседатели рассмотрели ряд вопросов о перспективе подготовки кадров со средним профессиональным образованием для предприятий и организаций химической промышленности и энергетической отрасли, расположенных на территории городского округа город Буй, и о подготовке программы профориентационной работы с учащимися средних общеобразовательных организаций города. Представители образовательных организаций отчитались в открытии новых специальностей и профессиональных классов, а представители предприятий, в частности Эко-Химаш, доложили об открытых вакансиях на предприятиях для будущих выпускников. В Буйском техникуме железнодорожного транспорта планируется открыть специальности – аппаратчик, электромонтер и лаборант. С 1 сентября 2024 года данные специальности будут открыты на базе техникума. В Буйском техникуме городостроительства и предпринимательства есть целевые места на специальность аппаратчик. Также готова смета к ремонту лабораторий. В декабре 2023 года планируется провести процедуру лицензирования. Начальник отдела образования города Буй Ольга Валенкова выдвинула идею о заключении договора совместных действий образовательных организаций и предприятий города и предоставила заседателям план на 2023-2024 учебный год. Также Ольга Валентиновна обратила внимание заседателей на статистику выпускников, которые сдают экзамены по химии и физике, а позже поступают на специальности по направлениям, необходимым для предприятий нашего города. Для большего интереса к сдаче вышеперечисленных предметов необходимо проводить экскурсии на предприятии «Экохимаш» и «Буйский химический завод», с чем представители организации согласились и в ближайшее время составят графики проведения экскурсий. На сегодняшний день главная задача образовательных организаций – обеспечить предприятия города Буй кандидатами на необходимые рабочие места.